Еще раз, сегодня мы начинаем новую большую тему, которую я называю Чукотские войны. Хотя говорить будем в целом о войнах, которые проходили в Заполярье, но в основном будем говорить о Чукотском полуострове, о том, что происходило на Чукотке. Этот курс также можно было бы назвать «История Чукотки. С каменного века до современности». И вначале несколько слов вообще про историю народов Крайнего Севера. Народам Крайнего Севера досталось. Досталось, потому что над ними смеялись, их считали отсталыми, их пытались осчастливить цивилизацией. Все полагали, что они застыли в развитии, что народы каменного века, которые нужно подтянуть. Ну, поскольку почти все народы Крайнего Севера жили и живут на территории России, именно русским досталась миссия колонизаторства. Русские казаки шли, чтобы собрать Исак и обращали местных жителей в христианство. Потом царская власть, после Петровской России, потом советская власть. Все они шли и пытались что-то сделать с этими отсталыми народами. Хотя эти народы вовсе не отсталые. У них своя своеобразная культура, они идеально вписаны в ландшафт. Они этносы, которые намного старше других народов. Скажем так, это не юность человечества, а скорее старость. Эти народы, мы их называем этносоперсистенты или этносогомеостаза, они прожили весь цикл. Прожили становление, яркие сражения, эпохи героев, становление культуры, а потом застыли как реликты. И в таком виде народы могут жить тысячи лет, пока они будут уничтожены сильными соседями. Поэтому это древние народы. Народы старички из Кореи, а не юность человечества. И у этих народов просто беда с историей. Некоторые классики исторической науки, такие как Тойнби, вообще относили их к внеисторическим народам. У Тойнби был такой термин – внеисторические народы. Народы, у которых в принципе нет истории. И честно, мне очень обидно за моих друзей ненцев, ханта и венков, Тоджинцев, Чукчей. Ну как же так? У всех есть история, а у них нет истории. Ну и здесь надо разобраться с тем, что такое история вообще. История – это ведь смена каких-то событий. Ведь именно так мы историю воспринимаем. История есть у всего. Как только появляется время, а время появляется, как только люди начинают себя осознавать, каждый человек, как только я себя осознаю, появляется время. Оно начинает тикать, тикать, тикать и тикает до последнего вздоха. То же самое и в целом человечество. Едва появляется время, люди начинают его отчеты, появляется история. И обидно за людей, у которых вроде бы не было истории. Но как мыслили европейские, некоторые европейские исследователи? Какая же история у народа, если все повторяется? Ну, допустим, я пасу северных оленей. Хожу в меховой одежде и пасу северных оленей втуды. Мой отец пас северных оленей. И мой дед пас северных оленей. И мой прадед пас северных оленей. И так все мои предки уже на протяжении пяти тысяч лет пасут северных оленей. И вот ничего нового в пасть без северных оленей они не изобрели. Какая тут история? И казалось, что истории нет, все движется по кругу. Вот эти народы и назвали внеисторическими. Но это не так, и на наших встречах я попробую вам доказать, показать, что у этих народов была история, и есть история, и эти народы ничем не отличаются от всех остальных. Другая проблема коридородов Крайдева Севера, что у этих народов не было своей письменности. Кстати, чукчи и здесь являются редким исключением, и я вам расскажу про человека, который создал письменную систему для чукчи, и о трагической судьбе этого человека и письменной системы. Но большинство народов не обладало письменностью. И получается, что они не оставили никаких письменных свидетельств. Все, что мы знаем о народах Крайдева Севера, мы знаем из русских источников. Ну, иногда еще из татарских, если татары там собирали дань. А что записывали русские? То, что было интересно русскому купцу, или священнику, или казаку. Мнение часто предвзятое, иногда ошибочное. Сами эти люди ничего не записали. Сейчас эти народы называются не бесписьменными, а младописьменными народами. Такой красивый термин. Младописьменные народы. То есть народы, у которых письменность появилась в 20 веке. Да, действительно, когда пришла советская власть, началась борьба с неграмотностью. Поехали комсомольцы-герои. Разрабатывали письменные системы для разных языков Крайнего Севера. Это была интереснейшая творческая работа. И сейчас для всех языков Крайнего Севера есть письменные системы на основе кириллиц. Горжусь тем, что я принимал участие в создании письменности для прежде бесписьменного диалекта языка северных ханты. История совершенно эпическая. Это был 21 век. Уже, а не начало 20-го. И я не был комсомольцем, а был этнографом. И судьба забросила я в поселок, хантыйский поселок. Я не мог оттуда выбраться. И чтобы не умереть с голоду, пошел работать в школу-интернат, преподавать литературу. Ну, как писатель, поэт, я стал литературкой. И заметил, что мои ученики не могут выучить стихи на родном языке. Я говорю, ребят, в чем проблема? Я понимаю, на русском нам бывает трудно учить. Почему вы на хантыйском не можете выучить стихи? А я говорю, ой, а мы его не понимаем. Я говорю, как? Вы забыли родной язык? Вы же все дома говорите на хантыйском. Это другой диалект. И оказалось, что два диалекта, южный и северный, и письменность была создана для южного диалекта. А разница между диалектами примерно как между русским и украинским языком. Конечно, детям трудно учить стихи, где они половину не понимают. И тогда я начал разрабатывать систему письменности. И вместе с бабушками, с талантливыми женщинами, с учительницей литературы местной, мы разработали письменную систему. Многие буквы я взял из казахской письменности, тоже кирилльцы, со всякими н, г, г, вот эти звуки. И мы издали первую книгу на северном диалекте ханты. Я нашел спонсоров для издания. И бесплатно ставили все школы-интернаты. И дети, наконец-то, смогли учить стихи на родном диалекте. Вот такой маленький вклад в создание письменных систем ваш покорный суга тоже внес. Вспоминаю, насколько было интересно. Правда, очень интересная работа. Друзья мои, кому еще выпадет шанс в 21 веке разработать письменность для народа, у которого ее нет? Чувствуешь себя примерно как Кирилл и Мефодий, да, вот так вот. Здорово. Но все равно письменность является поздно, и источников очень мало. И остаются легенды, фольклор, но память человеческая, она ненадежна, хранитель информации. Ну и потом, очень часто при христианизации, традиции искоренялись и исчезали. Поэтому мы знаем лишь отрывочные сюжеты из истории народов Крайнего Севера. И здесь, опять же, как в одном другом, Чукчи являются исключением из правил. Чукчи помнят свою историю. Возможно, это связано с тем, что Чукчи – это удивительная нация, правополушарная нация, очень одаренная в плане искусства, творчества. Возможно, связано с тем, что у Чукчи очень много шаманов и шаманок. Без всякой мистики, друзья мои, я шаманизм исследовал как ученый. Не то, что я бегал за шаманами и просил, чтобы мне помогли денег заработать или от болезни исцелиться. Нет. И я исследовал шаманизм как, скорее, практику шаманов, как людей с особыми возможностями и способностями, но обычных людей, без всякой мистики. И оказалось, что у шаманов действительно удивительная память. Ведь шаман не только лекарь, не только колдун, не только предсказатель. Шаман – духовный лидер своего народа. И еще шаман является хранителем традиций. Старый шаман должен выучить все от своего учителя и передать знания своему ученику. Вот задача шамана. То есть мы, антропологи, знаем, если где-то шаманская традиция сохранилась, то народ живой. Стержень народа крепкий. Народ не исчезает. Если шаманов истребили где-то, то народ словно надломленный. Чему к чему повезло? Во-первых, они долго сражались с русскими, вышли в этой борьбе победителями, забегая вперед. Вот поэтому шаманизм там не ушел, не был вытесен христианством. А во-вторых, чукчи одарены в этом плане. Например, много лет я работал на Чукотке, и знаю, что чукчи утверждают, что каждая женщина рождается шаманкой. Представьте, каждая женщина – шаманка. У каждой девушки есть свой бубен для такой домашней магии. Ну, как, помните, в «Гарри Поттере» и «Миссис Уизли» там по дому все делала с помощью волшебной палочки. Вот так же чукотская женщина бьет бубен и колдует, помогая вести себе хозяйство. Класс. Ну, а мужчине, чтобы стать шаманом, нужно три дня. Для сравнения, в Бурятии на это может уйти 20 лет. Три дня – это и шаман. Шаманов много. У шаманов удивительная память. И вот эта вот шаманская традиция, возможно, также помогла сохранить историю чукотского народа практически без лаку. А история эта очень древняя. История продолжительностью почти в 10 тысяч лет. Вообще удивительно, что мы знаем такие истории. И здесь память человека выступила как прекрасная система, которая заменила письмами. Возможно, в 10 тысяч лет просто все бы истлело или было сожжено, а память народа донесла эти истории до наших дней. Конечно же, конечно же, ранний период, он легендарный. Но здесь чукши не являются исключением. У других народов то же самое. Любой ранний период – это легендарный период. У любого народа. И когда я еще рассказываю вам чукотскую историю, вы прямо увидите, что вот идут легенды, 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 потом бац, они становятся более конкретными, с вобиданием имен конкретных людей, с вобиданием каких-то географических мест, и легенда превращается в настоящую историю. Итак, я остановился на чукчах, потому что историю чукчи можно восстановить примерно в том виде, в каком она, наверное, и была на самом деле. С большими лакунами, но все-таки восстановить. Нам также помогает археология. Вообще, историки опираются на данные археологов, на данные антропологов, на какие-то письменные источники. Много есть источников информации. И археология на Чукотке – это наш хороший помощник. Дело в том, что в вечной мерзлоте все прекрасно сохраняется. У меня в музее колоссальной коллекции костяных вещей из Чукотки. Этим вещам три тысячи лет, две тысячи лет. Но они как новые, только потемнели. Поэтому археология на Чукотке – это очень много предметов, которые прекрасно сохранились. Ну, там мамонты целиком сохраняются, что уж говорить о костяных наконечниках. И эти предметы нам как бы рассказывают о материальной стороне жизни. Мы можем понять, когда появился поворотный гарпун, когда крылатый предмет. Все эти изобретения чукчей – все мы можем проследить прям динамику того, как все это развивалось постепенно, как меняется хозяйственно-культурный тип на Чукотке. Одна беда с археологией Чукотской – очень короткий сезон для раскопок. Ну, лето там короткое, малоснежное, два месяца можно копать. Потом все замерзает, стоит темно. Поэтому археология медленно-медленно развивается. Но развивается, и, ребята, северная, заполярная археология – это будущее, это классно. Это очень интересная тема. Ну что же, это кратенько о том, откуда я буду брать информацию. Я все время с этого начинаю свои лекции, чтобы вы не думали, что мне просто это в еранге ветром надуло в уши, я вам сочиняю какие-то байки. Нет. То есть это чукотские легенды, предания, записки казаков-земепроходцев и археология. Это то, чем я буду пользоваться. И как театр начинается с вешалки, также история у меня всегда начинается с географии. Давайте отправимся на Чукотку и попытаемся представить себе этот холодный полуостров, где будут разворачиваться драматические события истории Чукчи. Посмотрим на карту. Может быть, кто-то из моих юных участников не совсем представляет, где находится Чукотка. Поэтому я вам попробую это все показать. Ну, наверное, нам пригодится карта России. Любая. Пускай будут природные зоны. Итак, крайний северо-восток континента Евразии, крайний северо-восток Российской Федерации. Чукотский полуостров и чуть больше Чукотский автономный округ. Чукотский полуостров, часть его находится в западном полушарии планеты. Представляете? Обывается водами двух океанов. Ледовитого океана и Тихого. Океан Чукотское море и Берингово море. Океаны, один холодный, другой более теплый, ведут постоянную, непримиримую борьбу друг с другом. И полем битвы двух великих океанов является как раз Чукотский полуостров. Там очень суровый климат. Начнем с того, что температура не такая низкая, как в соседней Якутии, где бывает минус 50 почти каждую зиму. Нет, минус 30, минус 40, то есть довольно тепло. Но при этом неимоверная влажность. Просто представьте себе, минус 40 и влажно, как в Санкт-Петербурге. Это Чукотка. Холод прибирает до костей, реально для костей. Затем ураганные ветра. Из-за перепадов давления ураганные ветра. Я сам на Чукотке переждал ветер скоростью 40-45 метров в секунду. Ребята, чтобы вы представили, что такой ветер 45 метров в секунду. Когда в Москве 25 метров в секунду, это валит щиты рекламные и ломает тополя, и потом не пройти, не проехать. 45 метров в секунду, когда был такой ветер, у нас сломался вездеход, и мы 5 дней просидели в железной коробке, обгрызая сырую оленью ногу, пока нас не спасли. Так вот, машину весом 11 тонн, огромный вездеход, ветром раскачивало. А чтобы сходить в туалет, мы человека привязывали веревкой и выпускали из люка. Если веревка промолвалась, человек бы погиб. Вот что такое ветер на Чукольке. Но хуже ветра другое явление, так называемое белая мгла, когда, наоборот, в штиль, в полное безветрие, с океана наползает густой, как кисель, холодный туман. Белая мгла намерзает на линии электропередач, на крыше домов, на вороте куртки, на манжеты. Все покрывает цель дома. Слышно лишь страшное потрескивание. Жуткое явление белая мгла. В этом касселе погибают и люди, и животные. Вот что такое Чукотка. Это каменистый полуостров. Там нет растительности, только карликовые деревья, мхили, шайники. Это скалы и лед. Скалы и лед, где несколько месяцев царит полярная ночь. Лето очень короткое, и опять наступает долгая лютая зима. Добро пожаловать на Чукотку. Итак, это география. А теперь давайте подумаем, почему там вообще живут люди? Как Чукчи там оказались? Откуда они пришли? Ну, начнем с того, что, как нам в школе вдушали, есть такое слово «родина». И для Чукчи Чукотский полуостров, суровый, негостеприимный, с ужасным климатом, это родина. И мои друзья Чукчи, которые живут здесь в Москве или учатся в Москве, со вздохом порой говорят, «Эх, скорее бы домой в Анадыре!» «Эх, скорее бы домой в Певек, Лебулен!» Там их дом, там их родина. Попробуем воссоздать картину того, как вообще люди оказались на Чукотке. Как вы помните, наш вид Homo sapiens зародился в Африке, примерно в Восточной Африке, 100 тысяч лет назад. И из Африки люди стали расселяться. Они расселялись сначала южным маршрутом, добрались до Австралии, а потом часть людей пошла на север, и в итоге добралась до Чукотского полуострова. Здесь нужно снова показать карту, но я вам, наверное, открою карту мира, чтобы этот маршрут был понятнее. Карту мира я найду. Вот у нас. Вот люди шли, шли из Восточной Африки, по побережьям добрались до Индонезии, потом часть их в Австралию, потом люди пошли по северу и оказались на Чукотке. В то время огромной территорией нашего континента покрывал ледник. Вся вода из океана уходила в лед, там она не испарялась, и уровень океана упал. И вот здесь вот, в Чукотском море, Беринговом море, была суша, так называемая земля Берингия. То есть Евразия и Северная Америка соединялись таким удобным сухопутным мостом. Кстати, Берингия льдом не была покрыта. Ледник был с этой стороны, и вот здесь вот, в Кордильерах. Здесь можно было жить. И люди здесь поселились и жили, охотились на мамонтов, пизонов, гигантских оленей. А потом ледник растаял, и часть людей побежала в Америку, чтобы стать американскими индейцами. Завтра об этом переселении я буду подробно рассказывать. Но часть людей осталась жить на Чукотском полуострове. Постепенно ледник таял, уровень воды поднялся, возник Берингов пролит, а люди здесь жили. Но пока еще был сухопутный мост, люди ходили туда-сюда. Представьте, идут какие-то новые волны переселенцев, их было много, волн переселенцев, через Берингию. И говорят, ребят, Чукчи, пойдемте с нами, поселимся в Америке, и будем индейцами. Чукчи говорят, ну идите, идите, мы знаем, что с вами будет. Потом прибудут белые, перебьют вас всех, в резервации остатки загонят. Не, мы не пойдем, мы здесь останемся. Ладно. Потом часть народов идет обратно через Берингию. Не всем в Америке понравилось, был обратный отток. Идут они обратно на территорию Евразии и говорят, Чукчи, пошли с нами, там в Америке что-то правда плохо. Мы идем на юг, поселимся на Алтай, будем алтайцами, тувинцами, потом станем гражданами Российской Федерации, парень наш станет министром обороны. Чукчи говорят, ну вы идите, идите, идите. Там вас китайцы будут эксплуатировать, русские тоже. Нет, не пойдем. Короче, народы ходили туда-сюда, а Чукчи оставались на своем Чукотском полуострове. Вот это вот родина, представляете? Уже почти 10 тысяч лет Чукчи живут там. Впрочем, Чукчи это этноним, напомню, этноним это название народа. Этноним довольно поздний. Так местных жителей Чукотки прозвали казаки, которые оказались там только в 17 веке. Совсем недавно. Сами себя, коренные жители Чукотки, называли и называют Леуревитлан, или Леуревитлан, что в переводе значит самые настоящие люди, люди твердо стоящие на родной земле, такие самые-самые настоящие из людей. Ну, а этноним Чукча происходит от названия одной из групп этого народа Чаучу. Чаучу – богатые оленями. Таких больших групп, не считая кланов, различных родов, но Чукотки – две. Это Чаучу – богатые оленями, которые занимаются тем, что оленей пасут. И Анкалы – на слово Анг – океан или море. Это береговые жители, которые занимаются охотой на китов, на моржей и на тюлени. И две группы – Чаучу, оленеводы и Анкалы – морские охотники. Это Леуревитлан – коренные жители Чукотки. Но мы, как привыкли, будем называть их Чукчами от Чукотского Чаучу – богатые оленей. Потому что сейчас 9 десятых Чукчи – это оленеводы, а не морские охотники. Как это получилось, я вам буду рассказывать в нашем курсе. Итак, Чукчи поселились на берегах Студетного моря. И в ранний период истории все Чукчи были морскими охотниками. Мало кто знает, что оленеводство появилось совсем недавно и у ненцев, и у Чукчи. Совсем недавно. То есть самые известные оленеводческие народы – это ненцы Ямала, которые выпасают почти 700 тысяч оленей, и Чукчи, которые выпасают 250 тысяч оленей. Это молодые оленеводческие народы. Вот такое оленеводство, как у ненцев и Чукчи, возникает, в общем-то, практически на глазах русских переселёнцев. То есть совсем недавно, 300-400 лет назад. Но к этому мы ещё придём. А до этого и ненцы, и Чукчи, о которых сегодня идёт речь, были морскими охотниками. А ненцы часто лесными охотниками. Чукчи охотились на моржа, на нерпу, на тюлени, на лахтака морского зайца. Иногда на диких оленей, которые пересекали реки. Но в основном кормило Чукчей море. Они все были анклы морскими жителями. Кстати, чукотская археология – это прежде всего археология древних поселений на берегу Ледовитого и Тихого океана. Потому что археологам очень трудно работать с кочевниками. Ну, как узнать, что 150 лет назад здесь была стоянка оленеводов? Вообще никак, ребят. Ну, в принципе, можно узнать, можно по кругу из камней, которые практически взросли мхом и исчезли, что здесь был очаг, ибо Чукчи никогда не разбирают очаг и ранги. Они откочёвывают, беря из очага один камень. Я сам, когда ярангу вез в Чукотке в музей к себе, в музей качевой культуры, я взял один камень из яранги на Чукотке и положил его в очаг в Москве. А остальные камни уже местные. Поэтому эти круги по всей Чукотке встречаются, но они зарастают мхом, уходят под землю, и древние стоянки трудно обнаружить. Мой учитель, индейец по имени Серый Орёл, которому книга посвящена, о которой сегодня речь шла, он как раз археолог и занимается тем, что ищет стоянки кочевников и каменные знаки. Но ему помогают видения. Я вот так вот не могу с помощью видений что-то искать. Нужно быть индейцем или чукотским шаманом. Поэтому в основном археологи копают стойбище морских охотников, ибо там известно, где копать. Стойбищам три-пять тысяч лет, представляете? Какой там культурный слой. Единственное, что на месте стойбищ сейчас современные посёлки, и не везде можно копать, дома мешают. Но в основном там ведутся раскопки. Итак, чукчи жили небольшими родовыми группами, и каждой родовой группе принадлежало лежбище моржей. Потому что моржи были главным источником мяса и жира для чукчи. Моржи огромные. Знаете, моржа сидит? Огромное, огромное животное, особенно самцы крупные. В воде эти животные неимоверно активны, подвижны и опасны. Да, у чукчи были лодки, они выходили в океан и могли охотиться в море, но неудобно. Морж может лодку перевернуть, очень тяжело моржа тащить потом на берег, если его убить, он утонет, нужны поплавки какие-то. Всё это чукчи изобретут, но позже. Поэтому изначально чукчи охотились на моржовых лежбищах. Я думаю, ребята, все из вас представляют лежбище моржей. Это отмель, вдалеке скалы, просто вот рисую картинку, воображение включает скалы, там птичий базар, всё белое птичьего помёта, птицы едят, и вот на отмель вылезли моржи и греются на солнышке. Огромные сикачи с такими клыками, самки поменьше, детёныши, сотни моржей лежат на этом пляже. И вот чукчи сообща все мужчины, взяв копья с костяными и каменными наконечниками, бесшумно как тени подкрадываются к маршалому лезвищу. Главное не спугнуть. Если он вас спугнёт, все голодные будут, все с голоду помыть. И чукчи разом нападают, отсекая путь к отступлению в море моржа. Нет, конечно, какие-то прорвутся, но те, которые не убегут, чукчи их окружили и безжалостно колят, колят и колят копьями, безжалостно. Потому что этот огромный морж, огромный, страшный, в воде, быстрый, подвижный, опасный, на суше неповоротливый. Видите, какими ластами, шлёп, шлёп, еле-еле. Лёгкая добыча. И чукчи, это называлось поколка моржей, хороший термин, поколка, кололи их столько, что всё было красное от крови, вот всё красное. И море красный прибой был от крови, вот так. Не щели, не самок, не детёныши. Всех забивали. Вы знаете, мне иногда смешно слышать истории о том, что древние охотники берегли природу. Ребята, да ладно. Никто природу никогда не берёг. Древние охотники часто хищнически относились к природе. Потом, постепенно, постепенно, когда животных стало меньше, уже возникают традиции, что нельзя убивать детёнышей, нельзя убивать самок, в этот сезон нельзя охотиться. Это всё появляется позже, когда животных уже меньше. Это мы видим у индейцев, это мы видим в фильме «Аватар», да, который сделан, в общем, на основе индейской культуры Северной Америки. А раньше, когда было изобилие животных, главное было замочить их как можно больше, 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 просто перебить их всех. А потом, а ладно, главное сейчас доесться. Друзья мои, то, что мы видим по стоянкам первобытных людей, древних людей, ну вообще, это безжалостное уничтожение огромного числа животных, огромного числа. То есть, человек с самого начала, до изобретения атомной бомбы, ещё, был очень опасным для природы существом, хищником. Добивалось огромное количество мяса. Возникал вопрос, как его сохранить. Чукчи нашли выход. Они придумали копать мясные ямы. До сих пор они на Чукотке существуют. Ну, такие холодильники. Копать тяжело. Специальными тяпочками, у меня в музейке тяпочки есть, из рога, или из кости из камня. Нужно было прогрызться сквозь вечную мерзлоту. Копали всем миром, копалось всё это долго. В мерзлоте, мерзлота это смёрзшаяся земля. Ребят, она каменная, просто каменная. Медленно пробивали, пробивали, пробивали яму. И эту яму в мерзлоте заполняли разрубленными, разрезанными кусками моржовых туш. Заполняли доверху и сверху закладывали кусками дёрна, тоже с мерзлотой, либо кусками льда, засыпали землёй. Всё, это холодильник. Там деятельный слой, это слой, который оттаивает летом, ну, 10 сантиметров от силы. Там внизу всё сохраняется, как прекрасно морозильник. Ну, конечно, бывает, что мясо чуть-чуть потухнет, ну, с таким душком будет. Но чукчи вообще любили такое мясо. И до сих пор мои друзья, которые занимаются традиционными промыслами на Чукотке, морские охотники или не воды, говорят, что свежее мясо, оно невкусное, нужно, чтобы немножко полежало. Рыба свежая, вообще безвкусная. Вот когда рыбу подержишь в тепле немножко, так, чтобы душок пошёл и скелетик легко вынимался. Вот это вот вкусная рыба с запахом, ароматом. Вас бы вырвало от такого. Знаете, честно скажу, на Чукотке я это ел. Ел, потому что больше нечего было. Но когда мне сюда это привозят друзья из Чукотки, я говорю, о, ребятки, спасибо, спасибо, что помните, я обожаю эту тухлятинку. Я её в холодильничек, не выбрасывать же, а потом предлагаю гостям на экскурсии в музее, так сказать, для полного погружения в чукотскую культуру. не всё там потухшее, иногда это просто своеобразные блюда, например, мантак. Мантак – это китовое сало, такая толстая кожа с подкожным жиром. Это сало, которое воняет рыбой. Потрясающее блюдо. Ну, на любителя, опять же. Итак, мясные ямы наполнялись моржатиной. И у каждого стойбища было много мясных ям, чтобы до следующей охоты этого мяса хватил. Помимо охоты на моржей, была охота на нерпу. Нерпа – это небольшой кюлень, нерпочка. И на нерпу можно было охотиться в любое время. Но обычно охотились зимой, когда хотелось свежей крови, свежего мяса. Особенно свежей крови. Потому что без крови может цинга начаться, и нужно свеженькое что-то. Нерпа зимой всплывает, чтобы вдохнуть. Это млекопитающее, они дышат воздухом. Всплывают, чтобы вдохнуть, и нужно было дежурить возле полыньи. И чукчи подходили на самый край льдин. А там, ребята, если вы ходили по ледовитому океану, пешком там лед, то вы знаете, там где лед тонкий, он становится пластичным. И прям волна чувствуется под ногами. Лед как пластилин. Очень страшно. Учитывая, что на береге два километра, а у вас под ногами все это шевелится, еще кусочки льдинок откалываются и уплывают. Я один раз так чуть не погиб. Нет, я был сытый, все было хорошо. Просто захотел сфотографировать нерпу с черными глазами, бусинами, усиками. Полынье было далеко. Я на лыжах стал подбираться к полынье. Там уже вот столько было льда. Подобно глубина, наверное, метров сто уже. Да и берега два километра. И вот я фокусирую, навожу вот аппарат, делаю кадр, тут понимаю, что что-то происходит. И вижу, что у меня прямо под ногами трещина. И кусок льдины уплывает. И трещина все шире и шире. У меня мозг работает лихорадочно. Что делать? Шаг вперед, кажется, проще на льдину и уплыть в океан ледовитый. А вот кто-нибудь подберет, да? Либо назад, но есть шанс упасть в полынью и мокрым два километра идти до берега, костер там не разъедешь, то есть замерзнуть на смерть. Я понял, все-таки нужно идти на берег. И медленно, прям не дыша, я стал двигаться назад. Главное, чтобы лыжи не застряли, понимаете? Резкое движение провалишься. Повезло. Но потом мне эти кошмары снились, что я на льдине уплываю в ледовитый океан с фотоаппаратом, где снята мерпочка. Так и найдут, наверное. Ну, так вот. Чукчи, они даже не стояли, они лежали плашмя на этой льдине, покачиваясь с копьем. Нерпа всплывала, вдохнуть. Чукчи одним движением нанизывал ее на гарпун, тащил и на берег. То есть была охота на нерпу. Охотились на тюлени. Охотились и летом с лодок. Были большие лодки, по-чукотски лодка называется байдара. Байдара это деревянный каркас, обтянутый шкурами моржей. Ну, как обычная байдарка. У нее же шкура есть. Если ходили в байдарочные походы, каркас и шкура. Кстати, это напоминание о лохтачьих моржовых шкурах, которыми обтягивались древние байдары чукчи. То есть чукчи были морскими охотниками. Впрочем, охотились на суши. Если приходили стада диких оленей или других животных, можно было охотиться на них. Мало кто знает, что именно чукчи истребили последних мамонтов. Надо сказать, мамонтов истребили все кому не леет. И мамонты помогали людям выживать на границе с ледником. Когда была огромная тундра стейп во всей Евразии. И мамонтов было все меньше, меньше и меньше. И часть мамонтов спаслась от людей на острове Врангеля. Покажу этот удивительный остров. Еще раз, смотрите, это Чукотский полуостров, 180-й меридиан. Вот это восточное полушарие, это западное полушарие, это уже Аляска. Это Аляска. Узенький Берингов пролив. И вот здесь, на острове Врангеля, мамонты сохранились. Видимо, туда они перебрались, когда все это еще было сушей, потом пролив отделил остров Врангеля, и популяция мамонтов там существовала. последние мамонты жили там еще пять тысяч лет назад. Ребята, вы просто вдумайтесь, давайте такой синхронизм сделаем. Вообще, синхронные события в истории очень помогают ее понять. Пять тысяч лет назад в Египте фараоны строят пирамиды. Фараон говорит, ребят, я чувствую себя что-то не очень хорошо, сохранить мое тело, построить такой большой, большой каменный домик, чтобы мое тело лежало до моего воскресенья. В Египте строят первые пирамиды, и в то же самое время бродят мамонты. Вот так вот было на самом деле. Нам иногда кажется, что история линейна, что вот были мамонты, мамонты их истребили, потом первобытные люди стали что-то учиться, учиться, потом построили пирамиды, потом возвели Парфенон, потом Колизей, потом Нотр-Дам, потом я, ученый, сижу в кабинете и все это изучаю. Нет, история всегда была нелинейной. Эти были параллельные ветки событий, тупиковые ветки. Так вот, мамонты и пирамиды это одно и то же время. Представили? Вот это реальная история. И вот чукчи-таки добрались до острова Врангеля и перебили и сожрали последних мамонтов. Так что последние мамонты были истреблены чукчами. Итак, чукчи жили, в общем-то, безбедно. Им хватало мяса, хватало жира, чтобы существовать в этом очень суровом субарктическом арктическом климате. Жили чукчи в огромных домах, которые назывались яраны или яранга. Яранги бывают двух типов. Яранги оленеводов, про них еще отдельно будем говорить, и яранги морских охотников. Я вам нарисую примерно, как выглядела яранга морского охотника. Из костей, из бревен, ребят, великие сибирские реки выкидывают в океан сотни тонн древесины. Эти бревна, обточенные волами, тоже прибивают к Чукотскому берегу. Так вот, из бревен, из таких ребер, из костей возводились вот такие вот жилища. Все это накрывалось шкурами, сшитыми нитками из жил. И получался вот такой огромный полукруглый ангар. Шкуры служили входом. И там внутри этой огромной полуземлянки, там был еще углубленный пол, был коридор. И внутри этого коридора располагались различные жилые помещения. В одной такой яранге могло жить 8, а то и 10 семей. Представьте, 5 квартир здесь, 5 квартир здесь. Такая коммунальная квартира получается. Вот что такое древнее жилище морских охотников. Обогреть такое жилище невозможно. Да, море выбрасывает дерево, чтобы что-то построить, сделать какие-то изделия деревянные, но море не будет выбрасывать там дрова каждый день. Да и обогреть это огромное помещение в полярную ночь не представляется возможным. Что придумали чукчи? Внутри этого огромного жилища чукчи вешали спальные помещения. Называются они полок или ёрены. Полок представляет собой вот такой вот кубик сшитый из шкур. Здесь у него петельки и он крепится к крыше. Представили себе? То есть там внутри пространство. Высота метра два, размер полога зависит от того, сколько людей в этом пологе живет. Я ночевал в спальных пологах сшитых и шкур правда северных оленей, где спокойно размещалось 13 человек. Там можно было стоять в полный рост, ходить. Итак, это чукотская квартира. Наружнее яранга, она защищает от снега, от дождя, от непогоды, от ветра, а внутри этой комнатки тепло. Как чукчи добивались стива эффекта? Внутри этой комнаты горела жировая лампа. У меня в музее даже хранится каменная лампа, выдолбленная из камня. Это каменная чашечка с выступом, куда кладется фитилечек из мха. Туда мы наливаем жир нерпы. Получается жировая лампа. Жир нерпы горит ярким бело-желтым пламенем, пахнет горелой рыбой чуть-чуть, но дает очень много тепла и света. И вот здесь, в этом меховом мешке огромном, мы ставим каменную лампу, они были огромного размера, если большой полок, и этот фитилек обыгревает жилище, плюс тепло человеческих тел, которые, людей, которые там живут. Больше ничего не нужно. Когда снаружи минус 40, в этом спальном помещении, в пологе, плюс 25, плюс 30 градусов, и чукчи до сих пор гордятся тем, что они единственные, ну кроме коряков народа Крайнего Севера, которые могут спать голым при температуре минус 40 снаружи. Чукчи укладывались прямо здесь вот так спать, и вся жизнь проходила внутри этого большого мехового помещения. Вот так были устроены жилища чукчи. То есть жир тюленя, жир нерпы, это была еда, это был свет, это было тепло, мясо моржей, мясо тюленей, была еда, то все это чукчи использовали. Вот ответ на вопрос, как они могли жить в заполярье без дров вообще. Просто жир, они жгли жир и обогревались. Вначале все было хорошо. Людей было мало, тюленей и моржей много, но постепенно людей становилось все больше, больше и больше. А моржей и тюленей как ни странно, все меньше, меньше и меньше, потому что люди их нещадно истребляли. И в конце концов оказалось, что чукчам не хватает мяса. И вот когда чукчам сражались проблемы, что новых моржовых лежбищ уже нет, все уже занято, стало вопрос, а что делать? Не размножаться люди не могли. В то время не было демографической политики, не могли сказать, ой, давайте ограничим рождаемость, иначе нам не хватит моржей на следующий год. Да нет. На протяжении многих тысяч лет проблему нехватки ресурсов, а в данном случае моржи это ресурс, люди решали одним способом войной. И чукчи решили воевать. Самый древний период чукотской истории, это все была предыстория, скорее это такая экономическая география древней чукотки. История человечества это история войны, к сожалению, прежде всего история войны, и чукчи не исключение. И первый период чукотской истории называется Чукотско-эскимосские войны. Яркий, драматический период ранней истории чукотки. Я буду рассказывать с точки зрения чукчи, поскольку я больше знаком с чукчами, чем с эскимосами, у меня больше друзей чукчи, поэтому, возможно, я предвзято буду относиться к эскимосам, да простят меня соседи эскимосы. Чукотско-эскимосские войны. Можешь себе пометить, прям вот первая, да, Чукотско-эскимосские войны. Тут будут другие войны с другими народами, это первые. Красивый термин, правда? Ведь наверняка те, кто учился в школе, а среди вас есть такие, кто учился в пятом классе, например, взрослые, мы все учились, да, про детей говорю. Мы с вами изучали, например, греко-персидские войны. Все же слышали, греко-персидские войны, безусловно. Пунические войны, все слышали. А кто не слышал про чукотско-корякские, чукотско-этельменские, чукотско-эскимосские? А скажите, какое мне дело до греков и персов? Где-то там греческие полисы, воюю с державой эхименидов. Ну мне какое дело до греков и персов? Ну нет, это же Греция. Греция пройдет Рим, Рим Европу, а мы к Европе потом примажемся. Это как бы наша история, ребят. Причем история совершенно предвзятая. Греки хорошие. Царь Леонид и 300 спартанцев, марафон, ура! На самом деле я придет время и расскажу вам историю этой войны с точки зрения персов, и вы поймете, что персы были намного лучше греков, греки были мерзкие, подлые работорговцы, а персидская держава была процветающей, культурной, и она бы осчастливила Грецию, если бы победила. Горе побежденным, друзья мои. История вообще не наука, ее каждый переписывает как хочет. Так вот, какое дело до греков и персов? Это было на другой территории, далеко от дома. Ребята, чукчи, эскимосы, коряки, юкагиры, они живут у нас в стране. Это наша история, это российская история. Почему же мы ее не знаем, а изучаем греко-персидскую? Эту ситуацию мы с вами и исправляем. Итак, чукотско-эскимоски войны. Эскимосы жили на другом берегу пролива, он еще не назывался Берингов пролив, на другом берегу моря, за каменным носом, как чукчи называли, мыс, который потом будет называться мыс Дежнева. Эскимосы жили примерно как чукчи, тоже в ерангах и тоже занимались охотой на морского зверя. Вы знаете, эскимосы это огромная группа населения, крыло населения Арктики. Есть самые разные иннуиты, глулики, разные группы. Эскимосы удивительный народ, ведь эскимосы совершили невозможно, они заселили Арктику. Если мы посмотрим на карту, эскимосы живут в Гренландии, на островах Канадского Арктического Архипелага, на побережье Северной Америки, на Аляске, представляете, они все это преодолели. Этот путь, так называемый северо-западный проход, европейцы смогли пройти только в начале 20 века, хотя мечтали об этом раньше, чтобы из Атлантики попасть в Тихий океан, не вокруг Южной Америки. А эскимосы освоили эти территории, не освоили Арктику. Многие слышали про традиционное жилище эскимосов Иглу. Ну, конечно, все знают Иглу, может, кто-то строил Иглу. Монголы живут в юртах, эскимосы в Иглу, индейцы в Вигвамах. Ну, ладно, оставим все это детям маленьким и шарику, который матроскину будет в Вигвам на печке рисовать. У меня на моей печке вполне можно в Вигвам нарисовать кому-нибудь. Так вот, на самом деле нормальные эскимосы, как все нормальные люди, жили в Ярангах, в Ярангах на берегу. А Иглу, домик из снега и льда, строили как временное жилище, время походов охотников в Арктику за морским зверем. То есть Иглу, жилище, конечно, удобное, сам в Иглу ночевал, там тепло, плюс пять просто от дыхания, капает вода, сверху очень сыро. Ну, жить можно, это лучше, чем минус сорок и ветер снаружи. Но постоянно жить в этой сырой, мокрой хижине невозможно. Это временное жилище. Я сам, как укрытие, Иглу устроил на Чукотке. Для того, чтобы укрыться от ветра, и еще Иглу мы построили в качестве туалета, и мы просто не могли на таком ветру ходить в туалет нормально. Построили себе Иглу-туалет. Благо, на Чукотке ветер так прессует снег, что железным листом, или лучше пилой, выпиливают с кирпичи и строится нормальный домик из снега. Так вот, эскимосы были многочисленным народом. Было много кланов разных эскимосов, которые занимались тем же, что и Чукчи. И поскольку эскимосы были ближайшими соседями, именно с ними Чукчи решили начать войну. Причем древние люди были гуманистами, вот подлинными гуманистами. Хотя говорят, что гуманизм был изобретен недавно, когда человек стал мерой всех вещей, что вот человек, человек, человек. Это гуманизм, это недавно появился, началась эпоха возрождения, и вот сейчас мы все такие гуманисты, всякие гуманные вещи изобретаем, нелетальное оружие, например, да? Слышали про нелетальное оружие? Оно не убивает, только калечит, либо выводит из строя, делает непригодным к бою. Первое нелетальное оружие это противопехотные мины. Смотрите, какой гуманизм. Просто ножки оторвет, и все. А человека мы не убьем. Вот это современный европейский, американский гуманизм. Но древние люди были подлинно гуманными. Я изучал разные древние сообщества. Ни у одного сообщества древних людей не было смертной казни. Вообще. То есть, даже если человек совершал преступление, жуткое преступление, его нельзя было казнить, потому что нельзя убить человека. Это не Бог, сказал Моисею, говори, Синай, не убей. Люди знали это всегда. Человека убить нельзя. Вот все, что угодно, убить человека нельзя. Это непростительный грех. Поэтому даже за страшное преступление человека изгоняли из пленей. Просто изгоняли. Уходили. Помните поэму Пушкина, на которой его романтический период заканчивают «Цыганы». Цыгане шумную толпой по Бессарабии кочуют. Там же, когда Олега убивает, цыгане не казнят его. Они его просто выгоняют. Говорят, мы жить с убийцей не хотим. Уходи. Хотя, в общем-то, за такое преступление у нас была бы смертная казнь, наверное, пока мораторий не наложили. Или почитайте чудесную книгу Юрия Рыдхеу. Юрий Рыдхеу – это Чукча, который добрался до Ленинграда в первые годы советской власти, получил образование и стал первым чукотским писателем. Он написал много книг. Я очень люблю Юрия Рыдхеу. Гениальный писатель. Ну, пожалуй, только Чингис Айтматов из писателей СССР, не русских писателей, да, вот, круче писал, чем Рыдхеу. Потрясающий писатель. И лучшая его книга, на мой взгляд, у него много книг, лучшая книга называется «Сон в начале тумана». Прямо вот обязательно к прочтению, ребят. Рекомендую в качестве домашнего задания. «Сон в начале тумана». «Пыльмау» – это и имя героини, и название книги. Судьба американского парня на китобойной шхуне идет вдоль Чукотки. Шхуна вмерзает в лед, и его капитан корабля просит заложить динамитные шашки, чтобы взорвать лед, и корабль бы вышел от летое море. Он это делает, спасает корабль, но одна шашка взорвалась раньше, и ему повредила руку. Начинается воспаление, и капитан принимает решение, что на корабле он умрет от гангрены, и надо везти на берег. И оставляет его в Чукотской ранге на берегу, и корабль уплывает. Капитан говорит, «Мы скоро вернемся за тобой с врачами, и все, тебе поможем». Уплывают и забывают. Он остается в Яранге. Начинается гангрена, чукотская шаманка спасает ему жизнь, но пальцы ему удаляют. Прямо вот по-чукотски, каменным ножом. И он остается жить с чукчами, потому что его свои бросили. Он живет с чукчами, и однажды он со своим другом лучшим, в чьей ранге он живет, идет на охоту. Идет на охоту, а он стал хорошим охотником. Ему сделаны чукчи протез, правая рука, левая он держит ствол ружья своего, а здесь протез вставляется на спусковой крючок. И он мог стрелять. И стрелял очень хорошо, и кормил семью своего друга. И вот они идут на охоту за нерпой, но тонкий лед, и его друг проваливается под воду, начинает тонуть. И этот парень протягивает ружье, чтобы тот схватился, больше ничего нет, чтобы тот не удалил. Тот хватает за ружье, он его почти вытягивает, но тут протез случайным образом срабатывает. И выстрелом в грудь он убивает своего друга случайно. И что делать? Он кладет своего умершего друга на саночки маленькие, на которых они должны были нерпу привезти домой, нерпа довольно тяжелая. И вот он тащит белым лицом убитого им товарища к Еранге. А жена этого друга уже вышла с ковшиком по чекотскому обычаю, чтобы палить на голову нерп и успокоить ее дух. И она стоит, ее рука трясется, и она видит, что он привез не нерпу, а ее убитого мужа. И американец, он думает, все, сейчас меня казнят, меня казнят, меня казнят. Но чукчи поступают с ним совершенно удивительным образом. Как вы узнаете, когда прочитаете книгу? Не буду спойнить, если так достаточно я сказал. Потрясающая книга. Не оторветесь. Очень правдивая, ведь в конце книги герой отказывается принять советскую власть. Не принимает ее. Книга написана в Советском Союзе. Почитайте. Как и другие книги Юрия Ретхэлла. Это наиболее правдивые книги о чукчу. Так вот, у древних народов не было смертной казни. Человека нельзя убить. Ни в коем случае. Но как же туда войны? Как же объяснить кровавые войны, которые велись древними народами? Да очень просто. Людьми люди считали только себя. Вот мое племя, вот 150 человек, это люди. Вспомните, как называют себя древние народы. Кстати, потому как мы себя называем, я могу сказать, насколько древний народ. Вот если мы производим себя от имени какого-то короля, какого-то легендарного предка, это древний народ. А вот если в переводе самоназвание народа люди, это древний народ. Например, хань, китайцы, люди. Китайцы считали себя людьми, а всех остальных называли варвары. Северные варвары, западные варвары, южные варвары. Немцы, современные немцы, которые живут в Российской Федерации. Их самоназвание нэнэйнэнча. Настоящие люди. Смотрите, вот это нэнэйнэнча. Настоящие люди. То есть мы признаем других людьми, но не настоящими. Так, двуногие, похожие на нас, мы настоящие. Чукчи, Леоревитлан. Самые настоящие люди. Вообще, вот самые-самые-самые настоящие. Другие так, двуногие твари. Ханты, человек. Эвен, человек. Вот. Посмотрите. То есть, люди считали людьми только своих родственников. И в этом племени действовали потрясающие законы. Не было смертной казни. Поднять руку на человека было невозможно. Никому в голову не пришло бы. Если случайное убийство, человека прощали. Прощали. Если создательное убийство, бывало такое, изгоняли. Мы не такие, как ты. Ты перестал быть человеком. Но мы не убьем человека. Но эти прекрасные законы не распространялись на соседей. Да, мы люди. А вон там, вот видите, вон за речкой и за холмом живут двуногие твари. Да, они внешне похожи на людей, но они демоны. Это чудовище. Они темноопасны, они опаснее диких животных, потому что они похожи на людей, они притворяются людьми. На самом деле это чудовище. И их надо не просто убить, их надо убить особо жестоким образом. Отрезав голову, сняв скальп и принести эти трофеи, голову или скальп. Ху! И тебя будут все хвалить. Все девчонки влюбятся в тебя. Мама, тебя поцелуют, скажешь, молодец, мой хороший, как много скальпов ты сегодня принес. Ты убил этих чудовищ. Нам это сейчас кажется дикостью. Мы с вами понимаем, что на самом деле все люди на земле это люди, но в древности это было не так. Людьми считали только себя. Друзья мои, для того, чтобы понять историю, понять историю людей, историю их поступков, нужно понять, как люди мыслили. Нужно влезть в их шкуру. Давайте представим, как мыслили древние жители Арктики, чукчейскимосы. Представим, что только себя мы считаем людьми. законы действуют только на нас. Эскимосы не люди. И чукчи решили, что раз эскимосы не люди, то забрать у них мясо, отобрать у них моржовые лежбище, это прекрасное дело, достойное великих героев. И чукчи развязали чукотско-эскимосские войны. Запомните еще одно, это будет повторяться, чукчи всегда были агрессорами. Они всегда первыми начинали войну. Возможно, поэтому и побеждали. Не ждали, не слали гонцов, а может быть, нет, нападали без предупреждения, истребляли и захватывали. Любая война, это война за ресурсы. Здесь было то же самое. Чего хотели чукчи? Чукчи хотели захватить мясные ямы эскимосов, захватить лежбище, если получится, а эскимосов перебить. Почему перебить? А зачем? Рабство чукчи не знали, какой смысл держать рабов. Рабы могут убежать, могут убить хозяина, и зачем? Мы сами совсем справляемся. Оставить эскимосов в живых бессмысленно, они же нападут и будут мстить нам. Поэтому надо было их просто перебить. Вот и все. Чукчи делали большие байдары, куда помещалось по 20-30 воинов. И на этих байдарах с легкостью пересекали Берингов пролив и нападали на стойбище эскимосов. На свою беду эскимосы почти всегда только оборонялись. Вот смотрите, что эскимосы, что коряки будут в основном обороняться, и это приведет к тому, что Чукчи победят во всех войнах. Впрочем, чтобы вы представили древнюю войну, нужно понимать, что люди в ту эпоху жили в мире вместе с духами. нужно понимать, во что люди верили, как они чувствовали, думали, во что они верили. У них было мифологическое сознание. Ну, это сознание напоминает сознание ребенка, который верит в сказку. Вот взрослый, да, вы читаете маленькому ребенку сказку, у ребенка глаза вот они горят, он слушает каждое слово, он все это, он в это верит. для него это по-настоящему. То есть сказочный мир для ребенка настоящий. Потом постепенно ребеночка начинает учить, показывать всякие логические взаимосвязи, и чем активнее мы ребеночком занимаемся, тем быстрее этот сказочный мир и мифологическое сознание ребенка покинут. Хотя грустно. Грустно, потому что попадая в мифологическое сознание, мы можем по-другому посмотреть на вещи. Решить многие проблемы. Кстати, многие проблемы взрослых людей, особенно людей крупных городов западного мира, западной цивилизации, связаны с тем, что мы не умеем попадать в это мифологическое сознание, где есть чудеса, где можно решить проблему с помощью волшебства, а дети в это верят. И также верят народы, которые находятся в этой сфере мифа. Так вот, для мифологического создания совершенно естественно, что в нашем мире живут люди, настоящие люди, соседние народы, которые похожи на людей, на самом деле они злые существа, не человеческие, животные, которые на самом деле такие же, как люди, то есть нет разницы между чукчей, оленем, нерпой, китом, мы родственники даже, у нас в древности были связи, чукчи произошли от кита когда-то, я буду эту историю рассказывать, у животных тоже есть свои правила, мы их соблюдаем, они их соблюдают, мы их едим, но они нас могут убить на охоте, и помимо этого мира есть мир духов, мир невидимых существ, мы их не видим, но это не значит, что их не существует, правда? Ну, мы же не видим радиоволны, но это не мешает нам пользоваться мобильной связью или интернетом, радиоволны есть, мы просто их не видим, но то же самое духи, мы их не видим, но они существуют, есть добрые духи, есть злые, есть нейтральные, мир населен духами, мир населен душами предков, люди умирают, но не окончательно, предки переселяются в нижний мир, великие предки становятся героями, богами в верхнем мире и помогают нам, кто-то становится духом-защитником стойбища, и поживя в нижнем мире, предки рождаются в виде наших детей, и мы назовем внуков в честь деда, который умер, потому что дедушка переселился в него, имя будет повторяться, вот этот сложный мир мифа нужно представлять, чтобы понимать, как жили и как воевали чукчи, они жили в мифологическом мире, убийство врага было ритуалом, и, конечно же, в войнах принимали участие и шаманы. Шаманы были и у чукчи, и у эскимосов. Еще раз скажу, что шаманы – это особые люди, которые, скажем так, видят невидимый мир, могут войти в контакт с этим невидимым миром, обладают особыми силами. Как стать шаманами, не спрашивайте, это отдельная тема, у нас будет курс по истории религии, и начнем как раз с шаманизма. Просто, если начнем говорить про шаманов, это надолго. Короче говоря, шаманы – это особо одаренные люди. Я не знаю, как это работает, я ученый, но, говорят, шаманы могут делать удивительные вещи. И чукотские легенды рассказывают о великих шаманах, которые воевали. Вообще, война изначально начиналась с битвы экстрасенсов, как мы сейчас сказали, с битвы шаманов. Чукотский, эскимосский шаман прощупывали силы друг друга, пытались удать сильные и слабые стороны. Как это происходило, непонятно. Но это была мистическая битва. И шаман бил в бубен, колотил в бубен, обтянутый желудком моржа, пена шла изо рта у шамана, убегал страшные проклятия и говорил, о, мои воины, я победил двух его духов-помощников. Вы завтра нападете на их стойбище и победите. То есть, возможно, шаман ничего не делал, просто он своей силой убеждения вдохновляет воинов. Вполне себе реальная история. Впрочем, легенды говорят о том, что шаманы в древности творили удивительные вещи. Представим, например, вы эскимосский шаман. Вы знаете, что чукчи собираются напасть. Ваши разведчики со скалы видели чукотские байдары, которые подходили к берегу. Это чукотская разведка. Они вынюхивают, когда лучше напасть. И вот вы чувствуете, что чукчи нападут. Духи сказали вам, что это будет завтра. Чукотские байдары уже отчалили от евразийского берега. Они уже в водах Берингового пролива. Что делать? Если чукчи высадится, они не пощадят никого. Эскимосский шаман колотит бубен и на море поднимается жуткий шторм. Огромные холодные волны захлестывают чукотские байдары. Байдары переворачиваются и все тонут. Друзья мои, ни один чукча не умеет плавать. Ну, кроме тех чукчей, которые сейчас живут в Москве и выросли в Москве и Подмосковье. Эти научились. Чукчи не умеют плавать, потому что, во-первых, негде учиться. Даже когда вода на чукотке находится в жидком состоянии, обычно там в твердом состоянии, это вода температурой плюс два, плюс четыре градуса. В такой воде вы проживете несколько минут, ваше сердце остановится. Все. Вы умрете, просто убав такую воду. Она ледяная. Ну, и у чукчей даже не было традиции спасать тонущих людей. Первые русские, когда это видели, просто волосы вставали дыбом. Да? Парень наклонился, чтобы кольнуть нерпу копьем и выпал из байдары. Бульк! И его брат смотрит. Русский говорит, э, дурак, давай руку тянем его сюда. Он говорит, зачем? Это же твой брат тонет. Он не тонет. Его хозяин моря забрал. Какой, к черту, хозяин моря руку давай? А чукчей говорит, зачем? Он уже его море забрал. И первые спасенные, они потом как зомби сидели, говорит, зачем вы меня достали? Я ушел в духу моря, а вы меня застали. Я не могу жить. Лишь годы советской власти после работы в школах-интернатах, работа на партсобраниях, чукши без зелия. Надо спасать тонущих. Нет никакого духа моря, товарищи чукчи. Спасайте тонущих, стали спасать. До этого не было, была добровольная смерть, эвтаназия, упал в море, но утонул. Если старику много лет, старик говорил, я устал жить, ребятки, сыновья мои, помогите мне отправиться к верхним людям. Дедушка садился сзади иранги, сыновья два аркана ему наматывали на шею и тянули в разные стороны. И дедушка отправлялся к верхним людям. Такое было еще в 70-е годы на советской Чукотке. Добровольная смерть. Ну, а потом приезжала милиция, говорила, это убийство. Нет. Он сам попросил. Ты убил своего отца, придурок, что ты сделал? Парня в тюрьму, а он там вешается. Он повесился, что делать? Ну, потому что нарушена традиция, зачем ему жить? Он же не убивал, зачем его посадили? Все это происходило вот-вот, недавно еще на Чукотке. Очень своеобразное отношение к ним, к жизни, зато врожденное бесстрашие. И так эскимосский шаман вызывал шторм на море, и Чукчи тонули. И просто вызвав шторм, а шаманы говорят, что менять погоду это вообще самое простое в их работе. Подумаешь, погоду изменит. Шаман спасал свое стойбище. Но не забываем, что у Чукчи тоже были шаманы. И чукотский шаман в ответ бил свой бубен, обтянутый желудком моржа. И не о чем? И не о чем? И не о чем? И море успокаивалось. И когда он успокаивал шторм, который наслал эскимосский шаман, в свой черед чукотский шаман насылал на эскимосский берег белую мглу. Густой морозный туман наползал на эскимосский берег. И в этом тумане в слабом потрескивании, шипении, носы чукотских байдарш втыкались в песок эскимосского берега, чукчи выпрыгивали и как черные тени подбегали к эскимосским ярангам. Начиналась бойня. Убивали всех без разбора, просто кололи, как они кололи моржей. Убивали всех, забирали запасы мяса и уплывали домой. Вот и все. Никакой жалости, ведь это не люди. Даже если кто-то убегал в горы, даже если кто-то прятался, они лишь откладывали свою смерть на несколько дней или недель. Ведь у них не было мяса, у них не было шансов пережить зиму. Война на севере была войной на полное истребление. Никакой пощады к врагам не было. Впрочем, для того, чтобы устрашать друг друга, чтобы страх сковывал руки воинов, чукчи пытали пленных. Чукчи, как индейцы Северной Америки, изобрели очень изощренные пытки. Например, чукчи брали в плен эскимосов. И затем эскимосов, связанных, они сажали на землю, коленями зажимали голову пленнику и каменным сверлом голову медленно-медленно просверливали. Так казнили одного за другим, а последнего оставляли в живых. Давали ему лодку и отпускали домой. Вы понимаете, зачем? Чтобы он, белый от страха, трясущийся, рассказал, какой смертью умерли его друзья. Чтобы эскимосы бросали оружие сразу, чтобы они просто убегали при виде чукчи. Эскимосы в ответ тоже чукчей запугивали. Правда, не столько пытками, сколько изменением своей внешности. Эскимосы прокалывали себе губу вот здесь и вставляли сюда два моржовых клыка. Таких маленьких клыка, вырезанных из моржовой кости. Как у вампирчика. Выглядело совершенно жутко. Причем это сохранилось вплоть до советского периода кое-где. Ну, русские казаки точно видели эскимосов здесь с клыками. Вставлен такой пирсинг своеобразный эскимосский. И эскимосов казаки прозвали зубатые люди. Зубатые люди это клыки ставленные в устрашение чукчей. Чукчи любили татуировки. Я сам встречал на Чукотке женщин с раскрашенными лицами. Так называют старух, у которых лица покрыты татуировками. Носы, щеки, брови. Кстати, татуировки делались до прихода советской власти. Нет, не потому, что бабушки очень древние. Нет. просто последние кланы чукчей были пойманы советской властью в 70-е годы. До этого они жили независимо от Совета. Представьте себе. Я помню, бабушка мне рассказывала, как она была уже подростком, и они бегали от советской власти, пока их не поймали. У нее на лице татуировки. Ритуальные женские татуировки. Самые северные на планете. Так вот, женщины делали на лице татушки, а мужчины на запястье накалывали черную точку, если убивали врага. Вот убил эскимоса, черная точка, убил второго, черная точка, убил третьего. Так вот, элиты чукотской армии были называемые чернорукие. У них и правые, и левые руки были все черные от татуировок. Они просто поднимали и все видели, сколько сотен людей убил этот человек. Вот вам правда о войнах Заполярье. Войны шли на полное истребление. Впрочем, постепенно чукчи поняли, что не всех эскимосов надо убивать. Нет, надо убивать обязательно мужчин, потому что это войны, это потенциальная опасность. Ну, пожалуй, стоит убивать детей. Зачем? Они сами не выживут. Стариков. Ведь сами чукотские обычаи гласили, что если напали враги, и мы не можем победить, нужно бросить на смерть детей и стариков. Когда мы, современные люди, про это слышим, у нас волосы стоят дыбом. Ребята, как можно бросить самых слабых маленьких детей и стариков немощных? А чукчек говорили, а как? А кого еще бросать-то? Спастись нужно тех, кто выживет. Что за гуманизм? Это ложный гуманизм. Если не выживут взрослые мужчины и женщины, если мужчины и женщины погибнут, зимой дети и старики умрут, только медленно и мучительно. Поэтому просто ускорим их конец, пускай их убьют враги. Детей бросали на вооруженных на снег и уходили. Важно спасти взрослых мужчин и женщин. Если не выживут, они смогут оставать новое стойбище, нарожают новых детей, и род не прервется. Нам это кажется жутким. Но теперь представьте, как жили люди тысячи лет назад. Опасности были повсюду. Опасности видимые от хищных животных, от врагов, невидимые от неизвестных болезней. И нужно было сохранять взрослых мужчин и женщин. Вот и все. То есть здесь гуманизм очень рациональный. Мы думаем не о личности человека, а о выживании сообщества людей. По одному выжить нельзя, особенно на крайнем севере. И вот чукчи поняли, что нужно убивать мужчин, нужно убивать детей, стариков, а вот женщин убивать не стоит. И чукчи стали захватывать в плен эскимосских женщин. Потому что женщина, захваченная в плен, будет рожать детей. Но она будет рожать детей мне. У каждого мужчины может быть сколько угодно жен. Мужчина не может родить, да? Женщина рожает одного ребенка, вынашит уже 9 месяцев, потом сколько она кормит грудью, то есть довольно медленный процесс. А если у меня две жены, это в два раза быстрее. Если 10 жен, это в 10 раз быстрее. А 40 жен. Ого! Чем больше у меня жен, тем больше у меня будет детей. Если они родят девочек, ну что ж, эти девочки будут тоже рожать детей. Но лучше, чтобы они рожали мальчиков. Мальчиков, мальчиков. Потому что мальчики это будущие войны. И вот мои 40 жен родят мне 40 сыновей. И моя армия будет сильнее на 40 воинов. И мы опять нападем на эскимосов. И опять убьем всех, кроме женщин. И я моим сыновьям скажу, возьмите этих женщин себе в жены. И у каждого сына будет по 40 жен. И мое племя станет непобедимым. Мы заселим весь север. Мы захватим моржовые ямы с мясом. Мы покорим всех, захватим новых ничего личного, просто мои гены должны сохраниться. Поэтому много женщин, много захваченных женщин. И чукчи стали захватывать эскимосов. Здесь вы спросите меня, а как же так, подождите? Ведь это же не люди, это же не женщины, это же демониц какие-то, кого они родят? Демонов. А если мои маленькие демоны папочку задушат ночью? вопрос правомерный. Как решили его люди с мифологическим сознанием? Они решили, что захваченные женщины-демоницы должны сначала умереть, а потом воскреснуть нормальными чукотскими женщинами. Были придуманы специальные обряды, когда женщина умирала, а потом рожала из заново. Вы не поверите, эти обряды дожили до наших дней. Я сам был сверителем таких обрядов. Правда не у чукча у хантов. Когда дочка моего наставника выходила замуж, ее посадили в сани, она легла в эти сани, и свадебный поезд проехал под согнутой березой. Вот точно так же у хантов увозят покойников на кладбище. И все плакали, прощаясь с ней. Она умерла как хантыйка. Она умерла в своей семье, а потом родилась в семье мужа как зырянка. Все. То есть девушка умирает у себя, воскресает в семье мужа. Такие традиции есть почти у всех народов и были у русских. Кто знает русскую культуру, наверняка вспомните подобные обряды, что невесту как оплакивают. Она как бы умирает, чтобы воскреснуть человеком в другом клане и рожать людей. Это пережитки древнейшей эпохи. Впрочем, не только женщины так поступали. Были примеры, их много у разных народов, когда, допустим, меня соплеменники прогнали. Соплеменники меня изгнали, ну, за какой-то проступок. Я обиделся и ушел к врагам. Меня окружили, тыкуют копьями. Я говорю, меня прогнали, я вообще, все, хочу быть с вами. Какой обряд мне сделают? Меня раздянут до гола, придет старуха, старуха сядет, раздвинув ноги, меня посадят ей под платье голым, она будет тужиться, глядя, как будто она рожает. Потом она меня пнет, и я выкачусь у нее между ног, буду лежать в позе эмбриона, плакать, и все будут кричать, о, она родила, родила, меня омоют, почистят, как бы обрежут пуповину, дадут новое имя, и я родился в другом племени. Я соплеменец. Ну, обряды перехода, они очень интересные, они есть у многих народов. Как перестать быть нелюдем, как перестать быть демоном и стать человеком? И вот эти обряды Чукчи проводили с эскимосскими похищенными женщинами. И уже война стала войной не только за мясо, но и войной за женщин. Как писал классик, любовь и голод правят миром. И вот однажды в большом набеге на эскимосский берег Чукчи захватили очень много эскимосских племиц. И почти у каждого Чукчи жена была эскимосской. Годы были благодатные, моржей было много, нерпы тоже. И Чукчи решили, что они устали от войны и решили заключить мир с эскимосами на время. В этом мирном акте, в акте перемирия случайным образом приняла участие жена чукотского вождя эскимоска по крови. Она случайно оказалась на этих переговорах. Но если бы не эта женщина, если бы не удивительные совпадения условий и обстоятельств, возможно, история Чукчи эскимосов пошла бы по-другому. Впрочем, о судьбе этой женщины, а главное, о судьбе ее сына, которого назовут сломанная стрела, я расскажу вам в следующий раз. Ну, а пока вопросы. Прошу. Сейчас, Кость, выйдем из состояния. Будем включать все. Так, Арсений Жаркой. А вот они выговорили, что они нападали и многих убивали. А не могли их есть? Нам неизвестен ритуальный каннибализм у Чукчи. Нет, не ели. Были народы, которые ели. Смотрите, ребят, каннибализм, то есть людоедство, бывает двух видов. Людоедство, когда хочется кушать, но это бывает в осажденных городах, к сожалению, когда люди с голода едят людей или трупы людей. И людоедство, каннибализм ритуальный. Вот он известен многим народам, ну, скажем, как люди верили, такая симпатическая магия. Если я съем сердце врага, я буду храбрым, как враг. Если я съем мозги врага, я буду умным, как враг. Если я съем глаза врага, я буду зорким, как враг. Ну, вот такое было у многих народов. Но у Чукчи не упоминается, не встречалось. Да, пытки жестокие были, но людоедства не было. А принудительно, когда кушать нечего, не было? Нет, своих не ели, потому что съесть человека нельзя. Ребят, смотрите, опять же, мы люди, нельзя съесть человека. Врага можно съесть его кусочек, чтобы обрести его силу. Человека съесть нельзя. Нет, не ели. Даже сейчас, допустим, двое Чукчи поссорились, хотят драться и, может быть, дойдет до драки на ножах. И Чукчи вспоминают древнюю традицию. Если один хочет другого убить, он говорит, ты стал для меня как дикий олень. Видите? То есть, ты для меня больше не человек, ты дикий олень. Подобное делают в современной армии. Ну, вообще, во всех армиях, когда замполиты, политруки, комиссары говорят, товарищи, бейте фашистское зверье. Помните, да? Бейте фашистскую гадину. То есть, если мы скажем, ребята, вот там вот немцы, многих тоже погнали на войну против воли, у них тоже семьи, они тоже люди, но вы должны их убить тяжело. А если это фашистское зверье, зверье-то чего надо убивать, правильно? С той стороны тоже самое внушали. Все время солдатам внушают, что они воюют не с людьми. Следующий вопрос. Так, Артемий Евстафьев. Они на одном языке разговаривали? Нет, нет, конечно же, но языки разные, но чукчи знали эскимоские, эскимоские, чукотские языки, знали, безусловно, потом чукчи знали корякские, вообще народы, живущие рядом и воюющие, часто знают языки друг друга, ну, через пленных, через женщин похищенных знали языки, точно были переводчики. Вот, например, современные ненцы знают хантыйский язык, зырянский и русский, и еще ненецкий, четыре языка. Потому что народы живут рядом, приходится общаться. Не в совершенстве, но говорят. Ну, хорошо. Вопросы? Так, Федор Данильцин. А сейчас можно идти? Вы свободны. Конечно, можно. До свидания. Ребята, сейчас у вас наша лекция закончена, теперь время для ваших вопросов. То есть, если у вас вопросы появились, я готов минут 15-20 эти вопросы поотвечать. Прошу. Так, Варя. А напомните, пожалуйста, как называется книга, которую вы нам советовали прочитать? Писателя зовут, давайте напишу на доске, Юрия Ретхеу. Юрия Ретхеу. А книга называется «Сон в начале тумана». А еще один вопрос. Сколько раз вы были на... Ну вот, общались с Чукшими? Ну как бы... В Чукшими общался без числа и говоришь, что раз у меня было... Нет, сколько раз вы были на их родине? Три большие экспедиции на Чукотку были. Каждая длилась несколько месяцев. И много раз я чуть не погиб именно на Чукотке. Если говорить как бы гибель там от каких-то природных условий, от катаклизмов, от медведей и других опасностей, да, на Чукотке я много раз был на носок от гибели. Это наиболее сложный регион для исследований. Ну, в моей практике. Прошу. Так, Аня. А у этих жителей есть какие-то домашние животные, например, кошек или собак? Собаки. Конечно же, собаки были с самого начала. Вот как Чукчи пришли на свою холодную родину, у них были собаки. Собаки были ездовые. Огромные эти собаки ездовые. До сих пор у каждой ранги 20-30 собак сидит. Ездовые собаки. Чукчи перемещались на собаках. Кормили их мясом моржей. Опять же, да, нерпы из мясной ямы. То есть, нужно было мясо для собак. На собачьей упряжке очень классно ездить. То есть, не сравнить с оленью. Мне гораздо приятнее ездить на собачьей упряжке. Гораздо мягче она идет. И, в принципе, быстрее. По-разному перемещался. То есть, если нет вездехода, то приходится выбирать либо оленю, либо собачью упряжку. Были собаки. Кошек, ребята, не было. Не нужно везти кошечек на Чукотку. Кошечки теплолюбивые животные. Не мучайте их там. Если вы привезете кошку, ее съедят собаки тут же. Порвут на куски сразу. У меня был случай, правда, на Чукотке у ненцев. Девочка приехала на каникулы в стойбище в чум к родителям и привезла кошечку из города. Бедная кошечка провела все каникулы на вершине чума в минус 25, греясь около печки, там труба выходила, чтобы собаки ее не порвали. Нет, кошек там, конечно, нет. Прошу. Рая. Что одевали? Чукчи. Чукчи. Чукотская одежда. Вы знаете, я так кратенько, конечно, вам рассказываю про жилища, про одежду, но запустим, когда курс этнографии, я вам подробно все расскажу и покажу. Чукотская одежда. Это кухлянка с капюшоном, здесь все завязывается. Если не капюшон, то это будет такая вот шапка, как ушанка. Рукавицы меховые и меховые штаны. Они там внутри, да, подвязываются. И затем торбоса. Торбоса сапоги из шкур. Все это привязывается к шанам, все это герметично. Мужская одежда. Женская одежда это керкер. Это капюшончик, опять же, да. Керкер это комбинезон. Сюда надеваются, торбоса привязываются, сюда рукавицы. женщины ходили в комбинезонах. Вообще комбинезон как тип одежды это чукотское изобретение. Ну, понятно, женщинам там все в тепле нужно держать, поэтому наиболее теплая одежда, вообще все одежды Крайнего Севера это чукотский женский комбинезон. Ну и в комбинезонах ходили еще дети, детям делали памперсы, сюда подвязывался памперс. Такой подгузник, он наполнялся сфагдумом, который впитывает влагу и является антисептиком. многоразовый подгузничек. Дальше. Ная. А вот вы сказали, что три дня у чукчей нужно мужчине, чтобы стать шаманом. А вы не захотели стать шаманом? Вы же изучаете это. Прекрасный, прекрасный вопрос. О том, хотел ли я стать шаманом и стал ли я шаманом, об этом я писал целую книгу, которая скоро выйдет. Книга «Стражи седьмого солнца». Поэтому не буду рассказывать, как у меня с шаманизмом сложилась судьба. Но, но, ребята, если я становлюсь шаманом, я автоматически перестаю быть исследователем, понимаете? Поэтому я исследователь шаманизма. Ну и потом нужно иметь дар, быть одаренным в этом плане. Книжку прочитайте, все узнаете. Хорошо. Вася и Гриша. А это, а еще будет про Монголию рассказывать? Про Монголию, конечно, я буду рассказывать. У нас еще будет цикл «История великой степи до Чингисхана», «История Монголии в двадцатом веке». Все это впереди. Спасибо. Так, Марина Шлепина. Добрый день. Не подскажете, а как мамонты могли выживать на острове Вранголия? Чем они там питались? Там же мерзлота и, в общем-то, холод. видимо, климат был более мягким, и, видимо, там была растительность, потому что мамонт там есть довольно много останков мамонтов, причем понятно, что они там были убиты людьми. То есть, да, сейчас это родили дом белых медведей, кусок льда в Арктике, но, да, мамонты там жили. Как вот показывают раскопки. Видимо, все-таки был другой климат. Видимо, другой климат. Спасибо. Когда мы говорим о том, что Лейв Эриксон достиг Винланды, его ищут в Массачусетсе, но когда Лейв Эриксон совершал плавание, климат был другим. Это было межледниковье, было гораздо теплее, поэтому на лабрадоре мог расти виноград. То есть, нужно эти вещи учитывать. Есть такая наука палеогеография, которая позволяет там посмотреть, какие были природные условия столетия и тысячелетия назад. Крайне интересный пример, очень интересный. Дальше. Лена Остраумова. А когда появились небольшие иранги, как в музее кучевой культуры? Небольшие, как в музее? Но в музее довольно среднего размера иранга бывают меньше, бывают больше. Эти иранги появились, когда чукчи стали оленеводами. О том, как, Леночка, как появились эти иранги, и даже имя первого архитектора, который изобрел такой тип жилища, все это у нас впереди, я расскажу вам. Дальше. Арсений Жаркой. А вот они страдали цунгой? Чукчи нет. Нет, если у них нормально все было с питанием, не было голода, цунгой они не страдали. Потому что свежая кровь, свежее мясо, то, что они добывали в зимний период, избавлял их от цунги. Как современные оленеводы Ямала спасаются оленьей кровью, то же самое было и у чукчи. Но если был голод, цунга, конечно, приходила. Ребятки, не забывайте, у народов Крайнего Севера другая ферментная система. Скажем, у чукчи некоторые ферменты вообще не вырабатываются. Например, алкогольный гидрогеназ. У них очень плохо с расщеплением углеводов. Зато прекрасно переваривается белок, жир. То есть, если бы мы столько мяса и жира ели, просто бы умерли. А чукчи нормально. Здесь надо понимать, что уже генетически определяется. Нет, они люди, но другая ферментная система. Нужно учитывать. Другой иммунитет, другая ферментная система. Следующий вопрос. ОС. Константин, здравствуйте, меня зовут Оксана. Вы сказали, что следы наследия чукчей есть пять тысяч лет назад, десять тысяч лет назад. А с учетом того, что вот как обнаруживают эти следы, почему? То есть, если по камням, вы говорите, они зарастают мхом, уходят в мерзлоту. И я вот пытаюсь понять, вот даже пять тысяч лет назад сложно осмыслить, как это можно найти, а десять тысяч лет назад как? Ребята, это примерные цифры, примерные. У нас нет точных данных. Радиоглеродный метод показывает, конечно, какие-то вещи, но примерно. Из точных данных, точных данных, примерно три с половиной тысяч лет назад чукчи осваивают китовую охоту. Это следующий прорыв такой в экономике чукотской. Китовая охота. Здесь мы уже находим и жертвенные ямы, китовая аллея существует. То есть, примерно 300 тысяч лет назад китовая охота. Ну, а так предположение примерно, как люди там жили, когда жили, мы можем делать вывод. Это, конечно же, я называю людей чукчами, но это в корне неверно, потому что это были скорее предки чукчи, предтечи чукчи, народы, которые там жили в это время. Но они там жили, безусловно, жили. И как в истории Южной Америки, завтра мы начнем, сплошные пробелы и загадки, то же самое здесь. Но это прекрасно, ибо эти предположения, надеюсь, в будущем будут подтверждены археологическими работами, возможно. Потому что там очень хорошая сохранность, просто нужно копать дальше и постепенно через, нет, не годы, через десятки лет, а может быть много десятилетий мы с вами узнаем что-то подробнее. Но все равно до изобретения машины времени точно я вам не скажу. Это примерные цифры. Примерные. Да, я поняла. А откуда появилась цифра 10 тысяч лет назад? Потому что меня это захватило очень, думаю, ничего себе. То есть пока там эти египетские фараоны какие-то там 2000 лет до нашей эры создавали свои империи оказывается на нашей территории аж 10 тысяч лет назад жила там целая раса. Да, да, да. И это, вы знаете, вас не должно удивлять, потому что это совсем небольшой срок. Поистине древняя цивилизация, причем цивилизация непрерывная, вот это очень важно, когда вот эта линия передается, это цивилизация аборигенов Австралии. По находкам она непрерывно существует 55 тысяч лет. Есть предложение, что 70 тысяч лет. Но даже 55 тысяч лет непрерывного развития, ну, куда там действительно древнему гибну, ребят. То же самое цивилизация Южной Америки. Завтра начнем. Если бы там поменьше воевали, в своей Южной Америке устраивали пучи, перевороты, а занимались наукой, ну, это континент загадок. Находят все новые и новые города, пирамиды, мы уже отодвинули историю Южной Америки на несколько тысяч лет назад. Когда я изучал ее, когда давным-давно, культура Чевин была самой древней, ну, это 3,5 тысяч лет. Не очень древняя цивилизация, сравнимая с египетской, допустим, даже моложе. А сейчас там примерно уже и 9 тысяч лет постройки какие-то. В Мезоамерике то же самое. И тут мы можем въехать в то, что у нас цивилизации Центральной Южной Америки чуть ли не древнее цивилизации Ближнего Востока. Ничего себе. И вот не так давно был обнаружен город новый Мезоамерики. То есть еще мы задвигаем прошлое, задвигаем, задвигаем. Загадка. Загадка. Я всем ребятам говорю, что наиболее перспективная история, это история Южной Америки. Очень интересно. Костя, не могу не спросить, если аборигенам Австралии от 50 до 70 тысяч лет цивилизации непрерывной, а как они, почему они не развились, почему они находятся в состоянии, ну, в первобытном состоянии? А это, это больной для меня вопрос. Я уже почти 20 лет рассказываю людям, что культура не измеряется высотой построенных стен и даже толщиной написанных книг. Культура это то, что создает человек. И культура аборигенов Австралии это внутренняя культура. Да, технически они стоят на уровне каменного века. Но, друзья мои, вы не представляете, какой там кладезь духовной культуры. Вы слышали о тропах песен, например? О том, как абориген может спеть историю творения мира и пройти заново этой тропой. Нам просто не представить такое. В принципе, у нас мозг по-другому работает. Я общался с аборигеном, я пытался у них учиться, это бесполезно. Вот я нигде не чувствовал, что меня от человека, другого человека, я понимаю, что это человек, но меня от него отделяют десятки тысяч лет развития, которое шло в разные стороны. Это альтернатива нашему развитию. Почему-то нам кажется, что единственный путь существует, путь, который выбрала европейская цивилизация. на самом деле этот путь ведет к гибели человечества, ну, если честно. Аборигены Австралии это один из примеров того, как могло бы быть. Костя, после этих трех минут вашего рассказа я снова впала в какой-то обонабиоз. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы, друзья мои? Давайте. Еще пару вопросов и будем загуляться. У меня вопрос такой. А шаманы могли участвовать в физической, в смысле, они не только там насылали на врага всякие бедствия, они могли прям физически там в смысле? Да, конечно же, могли. Но если враги в стойбище рулались, да, шаман мог взять в руки оружие. Нормально. Я знаю шаманов, которые параллельно работали рейнджерами в заповеднике, ловили браконьеров, при этом были шаманами. Нормально. Но обычно шаман все-таки воевал на мистическом фронте. Понимаете? Да, то есть там он мог больше сделать. Потому что если бы шамана убили, люди его стойбище впали бы в уныние, потеряли веру в победу. То есть гибель шамана это серьезно. То есть шаманы это что-то вроде даже что-то близко к предводителю, ну что, в смысле нет, нет, было военный вождь. Давайте говорить таким примитивными терминами военный вождь, который управлял этой бандой, которая хотела что-то захватить. Шаман был скорее духовным лидером и вдохновляющей силой. Он вселял в сердца воинов надежду на победу. Он убеждал, что они победят. Ну такой комиссар, понимаете? Товарищи, за нашу советскую родину! Примерно так. Ведь коммунизм это тоже религия. И у этой религии были свои мистики, свои священники, те же комиссары. Понятно. Последний вопрос, прошу. Так, опустите руку. Кость, там есть несколько вопросов. Я вижу в чате, который часть мы закрыли. Если было много жен эскимосок, так как это повлияло потом на культуру и обычаи? О, конечно, влияло. Все-таки эскимосские жены были очень давно. Хотя, конечно же, слова многие использовали. Скажем, чукчи в разговорной речи часто используют эскимосские названия, эскимосские чукотские. Мои друзья чукчи не исключение. Скажем, мантак, любимое лакомство чукчи, это эскимосское название. Ну, нормально. А вот потом, когда будут чукотско-корякские войны, и уже появятся русские, и русские будут записывать, друзья мои, есть версия, что тайный женский язык, а у чукчи есть два языка, мужской и женский, про это будем говорить, это просто вариант корякского языка. Пленницы говорили на своем языке, только и всего. Есть такая версия. Про это будем говорить о том, как с коряками шла митизация, за счет того, что чукчи воровали корякских красавиц после того, как началась война с коряками. Кость, давайте последний вопрос, Данир Музыраев. В какие игры могли играть чукотские дети? Ой, игр много. Ну, я жил с чукчами, их дети играют с собаками, полжут по снегу, водятся с собаками. Очень много игр раньше было на силу и ловкость. Скажем, кто больше камней на вершину горы занесет, кто лучше из лука стреляет, то аркан кидает. Все эти игры, они были нужны воинам и охотникам. Сейчас многие эти игры вошли в программу так называемого северного многоборья и соревнования проводятся во всех регионах Роднего Севера. Вот здесь вопрос технически читаю про полок для Иранги. Приходите в музей, увидите, как он крепится. Там система жерней внутри, поперечных. К ним подвешивается полок. Все это нужно просто увидеть, и тогда будет понятно. На доске я так не нарисую. Ну что ж, друзья мои, на сегодня все. Я рад, что мы с вами начали новый курс истории. Завтра совершенно другая тема, другой континент, но не менее интересная история. Загадочная история, тоже бесписьменная, поэтому загадочная история Южной Америки. Так что до встречи. Ой, секунду. У нас есть традиция с Чингисхана. Сейчас, секунду. Всем включаю звук. Традиции Чингисхана надо соблюдать, конечно. Да, так. Сейчас, пусть. Последнее давление было. Так, ну-ка, проверим. Так, часть пошла. Мы поменяли. Так, ну-ка, уважаемые слушатели, попробуем включить микрофон. Спасибо большое. Вот. Супер. Спасибо. 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 Спасибо, Белодя. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Энергия накачивает Костя. Посылаем вам лучики счастья и благодарности. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, Костя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо.